Друзья, я рад приветствовать вас на канале НАТО СТРОИТ. Приехал сейчас к Нине Александровне, заехал в магазин, купил немного продуктов. И сейчас иду до нее. А пока иду, хочу рассказать одну очень интересную информацию. Многие из вас отметили на мне очень красивую, стильную, модную спецодежду. Вот это бренд Бродакс. И благодаря вашей активности мы совместно с брендом Бродакс будем проводить розыгрыш в телеграм-канале. Так что обязательно переходите, подписывайтесь. А от себя хотел бы сказать, что одежда реально очень удобная, практичная. Ткань хорошая и сделана достаточно современно и качественно. Вот так, в телеграме мы разыграем три пары обуви. У меня тоже есть одна пара уже. Вот очень удобная, прочная. Вот, соответственно, переходите, подписывайтесь. Вся информация будет там. Вот ссылочки на все каналы, на все мои соцсети в описании. Вот сейчас узнаем, как дела у Нины Александровны почти дошел. Здесь на нее раскатали новую дорогу, но это еще в прошлый переезд было. Здесь все таки заросшее. В общем, все, как всегда, ничего не меняется. Надеюсь, Нина Александровна тоже все отлично. Приятного вам просмотра, друзья. Друзья, вот и наша Нина Александровна. Весь такой светлый. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Это называется нечаянная радость. Как у вас дела? Я ругаю, думаю, что она там это... Вахудр, ты что ругаешься? А ты она учуяла. Да, хорошее. А я такая, текая. А как у вас дела? Ну, пока солнце светит, пока, как говорится, живы и здоровы. Вот это самое главное, что все остались живы и здоровы, правильно? Самое главное, да? Это самое главное. Чистое мирное небо и надежда на лучшее, на лучшее, чтобы только позитив, правильно? Какая красота у вас здесь, я уже посмотрел. Я тебе хочу семена вот от этой, от оранжевой календулы отдать. А у меня пока этот, места негде мне садить. Ты за забором можешь? Ну, за забором соседи радовать. Но все равно красиво. Глена, там все равно нужно все подготавливать. Между прочим, вот это вот рыжая посадила, как ты думаешь? Пять семечек, пять семян, да? Пять семян. Друзья, посмотрите, какая красота. Да, и вот я, видишь, я жду, когда они это самое, понял, да? Выдарят, станут коричневыми. Главное, крупные, смотри, какие крупные. Да, большие. Вот, махровая календула. Как-то она называется. Это тоже календула. Но она немножко светлая, а это прямо оранжевая. Это другие сорта, другие сорта. Оранжевая, оранжевая. Вот это моя самая любимая. Называется, как в Италии называли дожи, патриция, да? Вроде бы. Патриция, да, патриция. Крупная. И вот я их, это самое, как они подсохнут, соберу и тебе дам. Хоть и забором посадим. Смотри, пять семечек, и стоят все лето, да? И никакой заботы. Да, да. А маленькие, вот семена тут, прям малюсенькие. Вот. А это, видишь, дырки, кто съедает? Этот год, я ролики смотрела, нападают слизни, знаешь, такие? Да, 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 есть. Вот, все сожрали, все. Вот, цветы объедают, видишь? Да. Вот, 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 вот что делают. Листья объедают, все на что угодно. Ну, это как бы попроще. Это называется сорт индийский принц. Видишь, это махровые, три яруса. Вот. А это попроще. Вот. Это простые. Ну, вот, мои эти самые любимые. И главное, сажаешь мало, а вырастает много. И никакого хода. Ну, все равно полить нужно, наверное, да что? Как бы так. Особо не надо. И сейчас начинается вечер, мыть, видишь, такая белесая, мучнистая роса. Поэтому много поливать не надо. Вот чем они хороши? Они малоуходные. Ну и красивые. Не надо над ними носиться. Они стоят долго, один отцвел в другой, и порядок, да? И все. В общем, красота необыкновенная. Вот. Ну что, на улице или в доме будем сидеть? Да нет, в доме жарко, наверное, будет. Давайте на улице, я вам там немножко продуктов привез. Ну что, я тебе покормлю, чем? Не надо, ничего. Жарко на улице, у меня в машине вода есть. Смотрю твои ролики. Всудали, молодец. Да, всудали. Ну все хорошо, хорошо. Так, когда будем мы праздновать? Я все смотрю. Что именно? Да, там посмотреть, когда у него там будет праздник самый главный. А это к Ирине все вопросы? Я со своей стороны все сделал, сейчас жду от нее. Ну подали все, да? Ну не знаю еще, она вроде как... Или по своим мусульманским сказали там 2-3 слова, вот, сошлись, разошлись, там все. И чтобы печать была, да? Ну это все ждут, все ждут. Я так смотрю ролики, все уже так, ну когда будет, ну когда мы посмотрим. И тем более ты сам сказал, да? Да. Что мы, значит, это самое, сфоткаем потом все это, посмотрите. Обязательно, обязательно. И еще мне понравилось, когда ты Ирину там показал, да? Первый раз. Она в прошлом году была, но так, краешком она стеснительная. И смотрю, она симпатичная, красивая, да, красивая. Причем она одета была так, ну темная какая-то, а если платье такое, да? Там навести, навести вот эти вот всякие макияжи, да? Так вообще будет принцессой. И главное, она показывает, она так стеснительная, что в наше время это другие себя, наоборот. Смотри. А она так берет и стесняется. Ну это сейчас редкость большая. Друзья, Нина Александровна переживает, что вот если закроют Ютуб, где можно будет смотреть, да, общаться. Вот еще раз повторюсь, в описании будут ссылки на другие мои соцсети, обязательно переходите. Если не на Ютубе, посмотрите Нина Александровна и меня, и все, что я показываю. Да, Телеграм, Яндекс.Зен, ВК, Рутуб, в общем все ссылки будут. В общем, подготавливать почву. Вот, Нина Александровна, сама задает вопросы, в общем, ссылочки в описании, переходите, подпишитесь. Друзья, смотрите, яблочки совсем немножко. А вот смотри, даже с этой стороны, даже с этой стороны видать, видишь, мотаются, да? Там желтенько. Ждем следующий год. Да. Вон там, ниже яблочки. Понемножку есть, но год не яблочный. Хочешь, я тебе накопаю отростков шиповника? Да нет. А будешь собирать эти ягоды? Нет, не хочу. Часть, знаешь, как из них? Да, я раньше маленький был. Для иммунитета, шиповник. Шиповник, хорошо. Так же смотрите, друзья. Ну вот, малину я где смогла, малину я уже макушке подрезала, чтобы ветвилось, ветвилось. Вот, кабачки. У меня там, я собрала, там я тебе их дам с собой в дорожку. Вот, ну посмотрим. Ну, хоть три штучки дам. Хорошо, договорюсь. Ладно, с собой. Вот, я просто, это самое, не жду, когда они будут вот такими. Большие, маленькие, молоденькие. Да, потому что семена, да, семена будут. Хотя можно семена и выбрасывать, но когда он молоденький, молодой всегда вкуснее, правильно? На следующий год семена привезем, не переживайте. Ну, в общем, природа нас всегда любит. Мы бы ее так относились к ней бережно, правда? В общем, мы, у нас земля богатая, красивая, а мы там, вот про Байкал я слышала сведения, да? Ну, не понимаю, что вы? Ну, во-первых, там хотят прибрежную зону, я не знаю сколько, это самое глубоководное, чуть меньше, чем Мариинская попадина в океане. Это сокровище, бриллиант, там пресная вода. Вот, так вот, решили сейчас, значит, это самое побережье отдать под, идет вырубка прибрежная, леса. А лес, болото и все, они как бы в природе все взаимодействуют. Если это вот дело прикрыть, то у нас и ни клюквы, ни брусники не будет, там что-то и болото нужно, и все. Все нам, как говорится, боженька предусмотрела, все надо. А теперь вырубают прибрежную полосу и хотят туристический, какой-то там туристический. Мало того, какие-то земли уже в аренду дают, в Бурятии сколько дают, ну, это китайцам отдают. А они же, знаешь как, после них, говорит, попользуются, и земля остается, как вот пустыня, как в космосе, она непригодная. Друзья, смотрите, кабачков понеса очень-очень много за бытов, перед бытовкой. Знаешь, что интересно, они цветут утром, где-то часов 5-6, вот я если выйду, эти вот звездочки открываются, крупные открываются. Такая красота, солнце светит, цветы вот это все, у природы все прекрасно. И они знают свое время, вот. Даже когда вот цветы, они знают 8 часов, там 6 часов, 7, они уже закрывают, знают время, в одно время. Вот так, у природы все продумано. Мы проведали Нину Александровну, как вы могли уже убедиться, у нее все хорошо, она поделилась, цветочки, кабачки, огурчики. И погода солнечная хорошая. Да, и погода хорошая. Спасибо, девочки, мальчики, спасибо, что вы не забываете. И если бы вы не давали такие ролики, ну, он бы все равно приехал. Ну, а так он меня прям врасплох достал, вот. Врасплох, врасплох, и прям явление необычное. Спасибо вам всем, всем всякого благополучия в жизни. Будьте здоровы и радуйтесь жизни, побольше позитива всем. Вот, хотя время сложное, все знают. Ну что, ребят, навестили Нину Александровну, все хорошо у нее. Вот, недельки через две, может, побольше, поменьше, как бы, посмотрим по ситуации. Доеду еще, узнаю, как у нее дела. Вот, буду потихонечку навещать. Я думаю, осенью будет немножко попроще, так сказать, со свободным временем. Вот, и можно будет приезжать чаще. Обязательно переходите, подписывайтесь на другие соцсети, потому что мы не знаем, что будет завтра с Ютубом. Вот, как, ну, вообще никто не представляет, и что будет, и как. Так, в общем, хочу вам пожелать всего самого наилучшего, крепких и теплых домов, не болеть, не ловить всяческих вирусов, мирного неба над головой. Вы были на канале Ренат Строит, я Ренат. Пока-пока, друзья. До встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok